Доброе утро! У нас может быть такой редкий случай, когда наша сеть объединяет вообще не людей, а наша сеть объединяет города. Мы решили проверить, но у нас изначально была идея, связанная с современным периодом, с 2017 годом. Мы хотели взять такой сервис, как Яндекс.Расписание, и проверить, сколько есть авиарейсов между крупнейшими городами постсоветского пространства. То есть мы брали города с селением от 1 миллиона жителей. И смотрели рейсы на все дни из одного города в другой по парам. Соответственно, там около 24 городов получается, ну, надо умножить на 23, разделить на 2. Вот столько мы проверяли разных парам. И, конечно, у многих и не было никаких связей. А у многих они были, ну, такие, очень разные по их весу. И потом мы еще немножко попробовали сравнить с советской эпохой, когда все эти города относились к одной стране. Но это была уже такая дополнительная часть нашего исследования. И там у нас возникли и дополнительные возможности, и некоторые новые трудности тоже. Да. Итак, это наш первый граф, собственно, который касается современности, настоящего времени. И, ну, собственно, было такое предположение, что Москва – это центр нашего небольшого мира, вот, с которым связаны все остальные города и больше всего Санкт-Петербург. И, собственно, все остальные города, ну, в основном, не так сильно связаны между собой, а сильно связаны с Москвой. И чтобы перелететь из точки А в точку Б, нужно долететь до Москвы и, соответственно, лететь из Москвы в другой город. И, собственно, вы видите, что вот этот хвостик – это Украина, на которой сейчас не летают рейсы из России. Да, конкретно вот это вот Харьков, вот прям вот совсем, совсем вот центр. Да, Харьков даже с Одессой и Киевом связан не так сильно, как хотелось бы. И вот здесь мы видим распределение по самоармии мощности. Интересное, конечно, распределение, потому что вот это вот, вот это вот, все, что вы видите слева, это все города, кроме двух. Вот это вот Петербург и вот-вот там абсолютно на самом правом краю, вот это вот Москва. Ну, как бы, тут даже сложно что-то комментировать, потому что вот эта вот картинка прямо очень красноречивая. И это мы еще не брали по взвешенной мощности, потому что там Москва вообще абсолютно перевешивает все остальные, даже Петербург. А это, собственно, граф, который касается Советского Союза. Но нужно сразу сказать, что мы не брали какой-то определенный год, потому что сложно найти данные, касающиеся всех городов, за определенный год. И это период примерно 70-е года. Есть, конечно, которые были, ну, данные немножко раньше, немножко позже, но в целом, в основном, это 70-е года. Вот, и как мы можем наблюдать, что Москва, конечно же, по-прежнему в центр, но не настолько сильный. И, в принципе, все города связаны между собой, и в Советском Союзе, наверное, все-таки была цель именно связать города и облегчить передвижение людям, и не преследовать какую-то коммерческую обыкновенность. Вот. Из Новосибирска, согласно, можно было бы через Москву видеть. Да. И здесь мы тоже видим, что все-таки распределение, оно какое-то более равномерное, по сравнению с тем, что есть сегодня. Распределение здорового человека. Ну, и, как бы, глядя на это, мы можем прийти к некоторым выводам. То есть то, что относится к сегодняшнему дню, это то, что все-таки Москва очень сильно выделяется. Ну, и Петербург тоже, но Москва все-таки, она вообще просто на каком-то уровне огромном. То, что регионы все-таки у нас как бы не развиты, то есть то, что у них есть связи только с Москвой, по сути, между собой связи вообще нет. Ну, и то, с Москвой даже не у всех есть, в принципе, такие хорошие стабильные связи. И то, что многие республики, они до сих пор ориентированы очень сильно на Россию. Ну, еще можно добавить, ну, это просто как такой бонус, уже не связанный прям непосредственно с нашей целью. Мы попробовали сделать модулярность, но этого вы здесь не увидите, потому что ГИФИ это отказалось выдавать уже такой конечный вид. Но, в общем, получилось, что ГИФИ почти угадала, где проходят границы России. То есть она отделила российские города и все зарубежные. Только с двумя исключениями, это Ереван и Ташкент, которые попали в одну группу с Россией. Ну, у Еревана, понятно, у них нет связи, по причинам, там, с Баку и вообще... И вообще Армения это сильно более Россия, чем... Ну да, а у Ташкент, там, многие связи с такими российскими городами, в которых даже не очень хорошие связи с другими, там, Казань, например, и прочее. Ну, то есть, это почти Россия тоже. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я географ, у меня к вам сразу несколько вопросов, которые... Я не могу оценить никакие методические вопросы, но у меня вопросы просто по сути работы, если можно. И первое, мне кажется, что брать только авиаперевозки между городами не очень... И делать такие обобщающие выводы не очень правильно, потому что авиаперевозки это очень важно, но я готова искать статистику и спорить, что большинство людей передвигается поездами в постсоветском пространстве. И, к сожалению, именно в силу того, в силу неразвистой транспортной авиаинфраструктуры это и происходит. Поэтому очень здорово, что вы проанализировали авиаперевозки, но мне кажется, что если вы хотите их связать с теми выводов, которые вы делаете на последнем слайде, это чуть-чуть... То есть это немножко слишком генерализировано. Наложить сюда, например, связи поездами, которые, в принципе, как я понимаю, подтягиваются точно так же. Либо стутус, либо СРЖД, либо откуда-то. Это намного интереснее, потому что Новосибирск-Томск, там три часа никто не летает, например. И говорить, что между этими районами нет связи не совсем правильно. Или, например, Дальний Восток, который, конечно же, да, там невозможно долететь, но там поезда и там можно проплыть. Но у нас нет Дальнего Востока. Ну, в принципе, я говорю. Вы понимаете, к чему я говорю? Да, я понимаю, что я уже вышла туда, но в принципе. И поэтому мне кажется, что это соотношение ваших выводов и той третьей, я бы сказала, транспортного сектора, которую вы проанализировали немножко через счет. То есть просто напишите или аккуратно помните, что это на основе авиации перевозок, чтобы не было вот таких вот ощущений, чтобы вы так забыли проезд. Да, вот я еще хотел уточнить, что на самом деле это еще зависит от того, какие пары мы берем. Потому что одно дело, например, Москва-Нижний Новгород, там идея ехать меньше чем от Москвы до Петербурга. Ну, понятно, что там на поезде гораздо удобнее, настаряжать вообще очень быстро. Но другое дело, например, ходит ли сейчас поезд Киев-Владивосток? Ну, то есть даже если он уходит, ну, не очень понятно, насколько он, правда, востребован именно на полное его расстояние. Ну, я не уверена, про полное я не скажу. Это, опять же, тоже очень интересно, посмотреть, где кто выходит. Но это не ваше исследование. Но, в принципе, то, что, к сожалению, вы знаете ценные билеты в России особенно. Это дороже, чем в Европе. Мы все это, к сожалению, понимаем. Поэтому мы взяли очень определенную социальную прослойку, посмотрели. Что очень интересно. Но это не вся мобильность на сегодня. Ну да, мы, конечно, можем с вами согласиться. Еще дело в том, что у нас не было такого количества времени, чтобы проанализировать вот все это. Ну, и что интересно заметить. Например, в Советском Союзе, тем не менее, были связи между городами, которые были очень близко друг к другу расположены. А сейчас они отсутствуют. То есть в Советском Союзе все-таки была, не знаю, наверное, государственная какая-то цель. Обеспечить это возможность передвижения населения. А сейчас, ну, вообще практически никаких таких внутренних связей. Я только хотел задавать вопрос, что как раз на Дальнем Востоке все очень летают. Потому что как раз-таки доехать там бывает очень сложно. А кое-кде нету просто железных дорог. Как на Камчатке и на Чугодке, да. А во-вторых, что касается цен по России на билеты, это так, если мы берем как-нибудь ближайшую к нам, ну, так, сравнивать к России ближайшую территорию, но как раз на Дальний Восток перевозки датируются. И там, и там… Для местных. Нет, не для местных. Для всех. То есть до Хабаровска, до Владивостока и вот таких очень дорогих городов можно налететь за фиксированную сумму, которая не зависит от того, как там живешь. Ну, опять же, внутрирегиональные. Ну, то есть, Далит, мы опять же, мы уходим в то, что Дальний Восток не был вашим регионом, но, возможно, здесь в ваших выводах тоже надо сделать ограничения по регионам. Потому что, например, внутри якутские перевозки, авиа, это вообще космос. Поверьте, они есть, они очень развитые. Вы не найдете в мае расписание, найдете с трудом, да? С бешеными ценами они раскуплены на все лето вперед, потому что единственный летный сезон. Но так или иначе они пытаются как-то, вот то, что вы абсолютно правильно говорите, каким-то образом противостоять этой централизации безумной. Вот Москвы. Ну, вообще, почему-то… Спасибо вам большое. Спасибо, ну, значит, там еще есть… Есть, прекрасная работа. Ну, вообще, в связи с этим тоже, наверное, нужно сказать, что у нас вообще по поводу Советского Союза довольно-таки условные исследования, потому что, конечно, там есть данные, да, разные города, и там не везде вообще есть данные не про все города, где-то там есть только про местные какие-то прилеты. Ну, то есть, это было довольно трудно искать. Да, нет. Или все там тоже? Конечно. Я, наверное, скажу отчасти… Отчасти я, наверное, повторюсь. Да, мне тоже, кстати, кажется, что это интересное исследование. Но отчасти я, наверное, повторюсь и скажу что-то вот, что вместе с тем, что сказала Софья, может быть. Мне тоже кажется, что… Мне кажется, здесь, в принципе, есть влияние… Вот того, что… Вот ваш, как бы, вывод, что, вот, значит, Москва не была такой централизованной с точки зрения вот авиаперелла… Не таким… Таким крупным гравитационным центром не была, а сейчас вот стала… Мне кажется, что это, в принципе, некоторое влияние вообще изменения роли вот именно локальной авиации. То есть, в Советском Союзе это все-таки была отчасти… С одной стороны, это была действительно явно такая субсидированная сверху вещь, которую, ну, внедряли, чтобы просто она была. И, ну, то есть, было некоторое целенаправленное движение в форме того, чтобы вот какие-то малые рейсы летали, то есть, ну, там, туристические группы летали из одного городка на, там, сто километров в другой городок на самолетах. Сейчас такого, мне кажется, вообще не происходит, вот. И мне кажется, что это связано с одной стороны, что сейчас все-таки больше каких-то удобных, симпатичных поездов, типа Москва и Нижний Новгород, да, в которые действительно, ну, как бы, ты сел и, там, два часа поработал на ноутбуке с Wi-Fi и ты уже там, вот, чего, очевидно, не было в Советском Союзе. А с другой стороны, все-таки, как бы, там, явно было, было некоторое субсидирование вот таких вот коротких рейсов, и люди летали, там, в города типа Калуги и так далее, вот. Мне все-таки не железные дороги заменили эти рейси региональные, а автобусные, например, между соседями и Союзами. Да, я не буду дождать, я совершенно не специалист, но у меня есть ощущение, что, вот, как бы, в принципе, там, перелет на 100 километров для советского человека был чем-то более, таким, не заурядным, чем для человека российского. Зависит от региона. Вот. Ну, по крайней мере, здесь. Ну, например, да. Ну, в общем, моя поправка тоже по поводу того, что самолеты были заменены поездами, все-таки не поездами, а автобусами. Да, а так, нет, вообще, при этом, мне кажется, что вот то, что на графе о советском, явно, как бы, оттягивает на себя, там, оттягивает на себя некоторую центральность, во-первых, какие-то сибирские и уральские центры, а во-вторых, столицы союзных республик, это, наверное, все-таки что-то показывает. Наверное, все-таки это что-то, что-то говорит. Нет, в 70-е просто там было очень много вертолетов и самолетов, и до сих пор они остаются. Есть очень много поселков, на которых, в принципе, вы не сможете туда доехать. Человек из Западно-Сибирского, так сказать, знаю. Но сейчас, да, очень много, в принципе, строится дорог, возможно, даже не железных, а просто автострад. И это тоже забирает. Раньше очень много людей летало просто на маленьких вот этих, да-да-да-да. И они, скорее всего, фиксируются в ваших данных, особенно в 70-е годы, когда был просто бум и пик строительства вот этих вот городов. Кстати, вот положить ваш граф, мы, может быть, поговорим об этом немножко во второй части, положить ваш первый граф а-ля карту на карту просто транспортной инфраструктуры, элементарно, дорог, железные дороги. Это будет интересно. Посмотреть, насколько это дублируется или не дублируется. Очень перспективная история. Мне тоже кажется, что если это докрутить и учесть в эту критику, то надо посмотреть, что в этом написали, потому что вообще это же интересно, что можно где-нибудь опубликовать. Это очень интересно. Причем очень в духе вышки исследований, не в духе как раз нас, а в духе, скорее, того, что такая магистральная вышка делает, всякая там социальная мобильность, вот они уже это все очень любят. Это можно где-нибудь в каком-то крутом вышкинском или околовышкинском или не вышкинском журнале опубликовать. Подумайте об этом, на самом деле это будет полезно вам потом. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо.